Производство шоколадных букетов и кожаных изделий, собственная дизайн-студия и косметический салон. А всего 11 различных бизнес-проектов тщательно продумали и подготовили слушатели курсов по организации предпринимательской деятельности. В управление по труду, занятости и социальной защите они стали на учёт в качестве безработных, а получили шанс открыть свой собственный бизнес. На данных курсах мы вместе с будущими предпринимателями разрабатываем бизнес-план, постигаем основы предпринимательской деятельности, то есть правовые аспекты, как организовать и осуществлять предпринимательскую деятельность. Немаловажное значение в этом процессе имеют приглашения на данные курсы представители инспекции Министерства по налогам и сборам, фонда социальной защиты населения, представители различных банков. Цель слушателей курсов – не только создать, но и успешно защитить бизнес-план своей мечты. Ведь только после этого каждый из претендентов сможет рассчитывать на получение государственной субсидии для открытия собственного дела. Например, Александра Высоцкая видит себя в роли владелицы кафе, где будут предлагаться аппетитные блины с начинками и вкусная шаурма. А субсидию она планирует потратить на оборудование и посуду. Я хочу заниматься шаурмой и блинами, буду открывать свое кафе. Вообще бизнес-план несложный, но сложно в подсчетах, все почитать, все правильно почитать, это действительно сложновато. То есть и цены, и ценообразование, и что, как она по ингредиентам, и итоговая сумма, действительно, немножко пришлось мучиться. Я планирую открыть студию, где взрослые будут реализовать свой досуг, развлечения. Может быть, это место, где они найдут себя. Я хочу распределить субсидии на благоустройство, площадь использовать для инвентаря. Ну и в целом все. Насколько это важно? Важно тем, что приятно, когда государство поддерживает тебя. Поддержка государства в денежном выражении составляет 3613 рублей и имеет строго целевое назначение. В текущем году управлением по труду уже предоставлено 23 субсидии. До конца текущего года ее планируется выделить еще 25 безработным гражданам.